всем большой большой привет меня зовут юлия рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами будем вязать комплект ведьмочки для кукол это кукла паола рейна 33 сантиметра можете использовать этот комплект для кукол схожих параметров я думаю должно подойти комплект состоит из четырех предметов это шляпа топ юбка из фатина и пояс сверху надевается я решила сделать все отдельно чтобы потом впоследствии можно было связать например отдельно топик отдельно пояс для другого платья все вяжется очень просто как сделать такую юбку у меня есть отдельное видео на канале я оставлю ссылку в описании переходите смотрите я буду использовать три цвета фатина зеленый черный темно-розовый свекольный с черным принтом не знаю как как его правильно назвать значит для шляпы я буду использовать пряжу alize cotton cold этот цвет 35 это черный цвет шляпа у меня будет зеленая и немножко будет отделки черным цветом для топика буду использовать пехорка успешная цвет 87 для отделки топика и пояса я буду использовать alize forever sim или черное с люрексом ну пояс там не сложно вяжется я надеюсь все будет понятно мне понадобится два крючка значит это крючок три с половиной я буду использовать его для шляпы и стандартный мой крючок 125 я буду использовать для пояса и для топа такие материалы вы подбираете цветовую гамму которую хотите вы давайте приступать к вязанию так начинаем мы с кольца амигуруми я уже в одном из видео показывала как я делаю кольцо оборачиваю нить вокруг пальцев здесь ее так придерживаю просовываю крючок захватываю эту нить вытаскиваю делаю вот такую петлю и эту же нить я протягиваю через эту петлю вот мы сделали колечко и теперь за вот эту ниточку мы будем когда затягивать кольцо но у нас затянется значит сделали кольцо и набираем в кольцо 6 столбиков без накида набрали 6 проверяем себя 1 2 3 4 5 6 колечко затягиваем подтягиваем и в первую петлю с которой вот мы начали ряд вот в первый столбик мы делаем вяжем первый столбик без накида провязали нас опять получается раз два три 4 5 6 вешаем в эту петлю маркер это первая петля ряда будет подтягиваем колечко и вяжем оставшиеся петли это 5 столбиков до этого маркера значит мы первый ряд вяжем 6 столбиков без накида начале будет вязать немножко сложно но потом когда петли начнем прибавлять уже все пойдет как по массу скажем так так вот мы провязали первый ряд маркер снимаем подтягиваем опять нить затягиваем потуже и нам нужно провязать еще два ряда по 6 столбиков без накида вяжем столбик в следующую петлю это получается первая петля ряда опять вешаем на нее маркер кто не хочет использовать маркер кто уверен что так может без маркера обойтись пожалуйста на ваше усмотрение и снова вяжем оставшиеся пять столбиков в wallets в в в в в в в в так вот и вязали 5 я сейчас так вот выверну вязание на лицевую сторону чтобы удобнее было впоследствии так это мы провязали провязали 2 ряда по 6 иначе иначе теперь нужно провязать последний ряд опять вяжем 1 столбик вешаем на него маркер и провязываем еще пять столбиков так маркер сниму потому что мне неудобно и вот последнюю петлю 6 столбик в этом ряду мы провязываем столбик без накида дальше мы начинаем делать прибавки так в этом ряду это четвертый ряд мы начинаем у нас будет 3 прибавки значит вяжем первый столбик в первую петлю вяжем 1 столбик вешаем маркер чтобы не запутаться в следующую петлю вяжем прибавку вяжем 2 столбика без накида в одну петлю 1 так в эту же петлю вяжем 2 следующую петлю вяжем 1 столбик в следующую петлю вяжем прибавку 2 столбика так все таки мне без маркера удобнее вязать но я его буду использовать чтобы показывать вам но на начальном этапе когда петель мало удобнее вязать без маркера так делаем прибавку вяжем 2 петли 2 столбика из 1 из 1 петли у нас остается 2 петли плохо видно 1 2 я маркер сниму потому что он мне мешает и значит вяжем в следующую петлю 1 столбик а в следующую в последнюю петлю в шестую вяжем прибавку 2 столбика из 1 петли 1 и 2 так сейчас у нас должно быть 9 петель считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 следующий ряд вяжем 9 столбиков без прибавок начиная с первой петли значит одну провязали повесили маркер опять же для удобства кому маркер не нужен не используйте его вяжем оставшиеся 8 столбиков вяжем 6 ряд в этом ряду мы тоже будем делать три прибавки через каждые две петли значит начинаем с первой петли вяжем 1 столбик без накида вешайте сюда маркер если вам нужно второй столбик без накида следующую петлю вяжем прибавку 2 столбика из одной петли дальше вяжем по одному столбику в следующие две петли и в третью делаем прибавку дальше вяжем по одному столбику в следующие две петли и снова делаем прибавку всего должно получиться 12 столбиков без накида в этом ряду следующий ряд 7 вяжем 12 столбиков без накида по одному в каждую петлю значит провязали первый столбик и вешайте сюда маркер если вам нужно вяжем еще два столбика без накидов снова следующий ряд в этом ряду будем делать снова три прибавки через каждые три петли значит провязываем первый столбик без накида вешайте сюда маркер если вам нужно вяжем еще 2 столбика без накида в следующие 2 петли в следующую петлю вяжем прибавку 2 столбика из одной петли потом снова вяжем 3 столбика без накида по одному в каждую петлю и снова делаем прибавку вяжем опять 3 столбика без накида по одному в каждую петлю и снова делаем прибавку в этом ряду должно получиться 15 столбиков без накида проверяем следующий ряд вяжем полностью столбиками без накида 15 столбиков по одному в каждую петлю провязываем первую петлю вешаем маркер и вяжем по одному столбику весь ряд довязали 9 ряд в десятом ряду снова делаем прибавки прибавки делаем через каждые 4 петли провязали первую петлю столбиками без накида вешаем маркер вяжем еще три столбика без накида в одному в каждую петлю делаем прибавку снова вяжем 4 столбика без накида по одному в каждую петлю делаем прибавку два столбика из одной петли снова вяжем 4 столбика по одному столбику в каждую петлю и в последнюю петлю вот сюда я маркер сниму мешает вяжем прибавку в этом ряду должно получиться 18 столбиков без накида следующий ряд 11 получается да у нас 11 вяжем полностью столбиками без накида 18 столбиков провязали первую петлю вешаем маркер и весь ряд вяжем столбиками без накида начинаем вязать 12 ряд также будем делать 3 прибавки через каждые 5 петель вяжем первую петлю маркер вяжем еще 4 столбика по одному в каждую петлю в пятую делаем шестую петлю делаем прибавку снова вяжем 5 столбиков по одному в каждую петлю делаем прибавку делаем прибавку 5 столбиков по одному в каждую петлю и делаем прибавку всего должно получиться 21 столбик без накида следующий ряд провязываем 21 столбик без накида без прибавок 14 ряд в этом ряду будем делать опять 3 прибавки через каждые 6 петель вяжем первые 6 столбиков 2 3 4 5 6 и делаем прибавку вяжем опять 6 столбиков без накида и снова делаем прибавку вяжем 6 столбиков без накида и делаем последнюю прибавку в этом ряду должно получиться 24 столбика без накида и 15 ряд провязываем полностью столбиками без накида 24 столбика по одному в каждую петлю провязываем 24 столбика и встречаемся в конце ряда вяжем 16 ряд в этом ряду будем делать 3 прибавки через каждые 7 петель вяжем первые 7 столбиков 2 3 4 5 6 7 делаем прибавку снова вяжем 7 столбиков без накида 5 6 7 6 6 7 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 делаем прибавку в последнюю петлю в этом ряду должно получиться 27 столбиков без накида и следующий ряд вяжу полностью столбиками без накида 27 столбиков значит 17 ряд вяжем 27 столбиков по одному в каждую петлю провязываем самостоятельно и встречаемся в конце ряда вяжем 18 ряд делаем три прибавки через каждые 8 петель так довязываем 7 столбиков провязали 8 столбиков и делаем прибавку дальше вяжем опять 8 столбиков делаем прибавку и еще раз 8 столбиков и делаем прибавку и в этом ряду должно получиться 30 столбиков без накида и следующий 19 ряд провязываем 30 столбиков без накида по одному столбику в каждую петлю так я дошла до конца 19 ряда мне осталось провязать последний столбик я меняю нить на контрастную у меня это будет черный цвет и так провязываю заканчиваю провязывать столбик уже другой нитью эту ниточку зеленую я не буду обрезать потому что я через два ряда опять продолжу вязать значит сейчас два следующих ряда вяжем контрастной нитью хвостик вязываем значит в этом ряду делаем прибавки через каждые четыре петли значит вяжем 4 столбика подтягиваем так подтягиваем ниточки надеюсь будет видно значит вяжем первые 4 петли вот я первый столбик пара вязала теперь вешаю на него маркер и вяжу еще три столбика значит черную нить я ввязываю зеленую не ввязывая она у меня должна остаться на том же месте начале ряда вяжу еще три столбика 1 2 и 3 и теперь делаю прибавку то есть его я сначала ряда провязала 4 столбика и в 5 делаю прибавку теперь снова вяжу 4 столбика по одному в каждую петлю и делаю прибавку дальше и так вяжем весь ряд 4 столбика прибавка 4 столбика прибавка в конце ряда должно получиться 36 столбиков провязываем самостоятельно и встречаемся в конце ряда так я провязала 20 ряд у меня 36 столбиков в ряду и 21 ряд провязываем 36 столбиков без прибавок по одному в каждую петлю значит первый я провязываю вешаю маркер тут конечно видно ступеньку переход цвета но ничего страшного шляпку будем одевать этим местом назад не будет видно значит провязываем 36 столбиков без накида по одному в каждую петлю прибавки не делаем вяжем весь ряд и встречаемся в конце ряда там довязали 21 ряд последний столбик я довязываю зеленой нитью черную ниточку можно отрезать продолжаем вязать что 22 ряд присоединили нить провязали первый столбик и вяжем еще 4 так всего от начала ряда мы провязали 5 столбиков без накида и теперь делаем прибавку и в этом виду прибавки будем делать через каждые 5 столбиков прибавку сделали и дальше вяжем снова 5 столбиков 5 провязали и делаем снова прибавку и так вяжем весь ряд 5 столбиков без накида прибавка 5 столбиков без накида и в конце этого ряда должно получиться 42 столбика без накида встречаемся в конце ряда довязали 22 ряд в ряду 42 столбика без накида и 23 ряд вяжем полностью столбиками без накида по одному в каждую петлю всего в ряду 42 столбика без накида вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда прибавки не делаем довязали 23 ряд в 24 ряду делаем опять 6 прибавок делаем прибавки через каждые 6 петель провязываем 6 петель так одну провязали еще 5 6 и делаем прибавку дальше опять права провязываем 6 петель и делаем прибавку снова делаем прибавку и вяжем так весь ряд 6 петель провязали столбиками без накида сделали прибавку потом снова 6 петель и снова прибавка в конце ряда должно получиться 48 столбиков без накида вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда довязали 24 ряд и 25 ряд провязываем 48 столбиков без накида по одному в каждую петлю прибавки не делаем вяжем весь ряд и встречаемся в конце начинаем вязать 26 ряд будем снова делать 6 прибавок прибавки делаем через каждые 7 петель значит вяжем первые 7 столбиков без накида так 2 3 4 5 6 7 делаем прибавку так вяжем весь ряд 7 столбиков прибавка 7 столбиков прибавка провязываем в конце должно получиться 54 столбика когда провяжем встретимся в конце ряда довязали 26 ряд в ряду 54 столбика без накида и следующий ряд 27 вяжем без прибавок 54 столбика без накида вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда когда провяжем прибавки не делаем 54 столбика без накида провязали 27 ряд и в следующем ряда и в следующем ряда мы будем делать прибавки через одну петлю то есть вяжем 1 столбик без накида в следующую петлю делаем прибавку начинаем уже вязать поля нашей шляпы будем максимально расширять значит одну один столбик провязали прибавка опять один вяжем снова прибавка вяжем столбик и снова прибавка и так продолжаем полностью до конца ряда столбик прибавка провязываем самостоятельно и встретимся в конце ряда довязали 28 ряд в ряду 81 столбик без накида должно получиться и 29 ряд вяжем полностью столбиками без накида 81 ставим маркер и провязываем по одному столбику без накида до конца ряда вяжем самостоятельно и встречаемся в конце довязали 29 ряд 81 столбик без накида в ряду и следующий ряд 30 у нас будет ряд с прибавками это будет последний ряд с прибавками значит мы провязываем 2 столбика потом делаем прибавку итак мы будем чередовать весь ряд провязываем 2 столбика и делаем прибавку снова 2 столбика и прибавка так провязываем полностью весь ряд встретимся в конце этого ряда довязали 30 ряд и следующие два ряда 31 32 вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю на этом шляпа будет закончена потом надо будет только связать декор значит вяжем по одному столбику в каждую петлю два ряда встречаемся в конце и будем вязать декор вот я довязала шляпу так у меня получилось хвостик потом нужно будет спрятать сейчас будем вязать паутинку я буду вязать светло-серой нитью чтобы было лучше видно вам вы вяжете таким цветом каким хотите вы начинаем вязать паутинку с кольца амигуруми я буду использовать крючок 125 и это ниточка контекст дэнди делаем кольцо амигуруми как сделать кольцо уже показывала в том числе в этом мастер-классе делаем одну воздушную петлю и вяжем в кольцо 16 столбиков без накидах пятнадцать и шестнадцать так здесь поправляется выставляем чтобы у нас ровненько все столбики были не перекрученные и аккуратно затягиваем кольцо тянем за ниточку кольцо затягиваем аккуратненько и заканчиваем ряд делаем соединительный столбик в первый столбик без накида в котором с которого мы начинали ряд вот сделали значит теперь вяжем второй ряд делаем 3 воздушные петли это будет считаться как первый столбик с накидом и еще три воздушные петли это арка делаем накид пропускаем следующий столбик предыдущего ряда и в следующий столбик следующую петлю вяжем столбик с снова делаем 3 воздушные петли накид пропускаем 1 столбик предыдущего ряда и в следующий делаем столбик с накидом 3 воздушные петли накид пропускаем столбик и в следующий вяжем столбик с накидом так вяжем весь ряд 3 воздушные петли накид 1 петлю пропускаем и в следующую вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли накид 1 пропускаем в следующую вяжем столбик с накидом 3 воздушные петли накид 1 пропускаем и в следующую вяжем столбик с накидом 1 2 3 так 1 2 3 4 5 6 7 значит делаем 3 воздушные петли накидом 1 2 3 так 1 2 3 4 5 6 7 значит и в третью воздушную петлю с которой мы начинали вот мы набирали 3 воздушные петли 1 2 3 мы вяжем соединительный столбик замыкаем наш ряд закончили вязать ряд соединительным столбиком снова делаем 3 воздушные петли это у нас будет как первый столбик с накидом и вяжем еще 5 воздушных петель это будет арка 5 делаем накид и столбик с накидом предыдущего ряда вот сюда вершину его вяжем столбик с накидом 5 воздушных петель накид и в следующий столбик вот эти все петли мы пропускаем арку и в столбик с накидом в его вершину вяжем столбик с накидом и так вяжем весь ряд 5 воздушных петель накид и в следующий столбик вот сюда в вершину вяжем столбик с накидом 5 воздушных петель накид и в следующий столбик вяжем столбик с накидом так повторяем по кругу пока не дойдем до конца вот сюда так дошли до конца почти делаем 5 воздушных петель вяжем соединительный столбик в третью воздушную петлю с которой мы начинали ряд так вот провязали следующий ряд будет у нас заключительная значит снова вяжем 3 воздушные петли это первый столбик с накидом и вяжем 7 воздушных петель 3 4 5 6 7 накид и как и в предыдущем ряду также ищем первый столбик и в его вершину вяжем столбик с накидом то есть принцип вязания такой же только теперь мы между столбиками набираем не по 5 воздушных петель а по 7 снова 7 воздушных петель накид и в следующий столбик вяжем столбик с накидом 7 воздушных петель и столбик с накидом в следующий столбик продолжаем до конца ряда так вот дошли до конца делаем 7 воздушных петель последние и в третью воздушную петлю вяжем соединительный столбик все наша паутинка готова у меня вот получилась такая неровненькая в принципе нормально наоборот хорошо закрепляем ниточку отрезаем потом я ее как-нибудь пришью я пришиваю обычной ниткой с иголкой кто хочет можете сделать шире принцип вязания такой же только теперь между арками вы делаете не 7 а 9 воздушных петель вначале набираете 3 воздушные петли и еще 9 и также вяжите столбики с накидом и между ними по 9 воздушных петель так вяжем паучка буду вязать черной нитью здесь будет все хорошо видно начинаем также с кольца амигуруми делаем 3 воздушные петли и и дальше в кольцо амигуруми вяжем 4 столбика с двумя накидами делаем 2 накида и вот сюда в кольцо вяжем 4 столбика с двумя накидами снова делаем 2 накида вытягиваем нить и провязываем по 2 петли на крючке то мы провязали второй столбик снова делаем 2 накида провязываем по 2 петли на крючке так всего мы провязали 4 столбика с двумя накидами делаем 3 воздушные петли и в кольцо вяжем соединительный столбик ниточку вытягиваем и протягиваем через петлю на крючке снова делаем 3 воздушные петли и вяжем столбик без накида в кольцо провязали снова делаем 3 воздушные петли и снова делаем столбик без накида в кольцо затягиваем колечко у нас получается что-то наподобие тельца и головы . так сейчас будем вязать лапки набираем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 и во вторую петлю от крючка вот сюда вяжем столбик без накида и дальше вяжем до конца в каждую петлю по одному столбику без накида провязали и вот сюда вот здесь у нас цепочка из воздушных петель сбоку боковая мы в эту цепочку вяжем соединительный столбик у нас получилось первая лапка значит набираем 7 воздушных петель и также со второй петли от крючка вяжем вниз по цепочке столбиками без накида провязали и опять вот эту цепочку из трех петель от крючка вяжем соединительный столбик без накида 2 воздушных петель мы вяжем соединительный столбик снова набираем 7 воздушных петель и снова вяжем столбиками с накидом без накида по цепочке вниз по 3 воздушные петли вяжем соединительный столбик так три лапки вяжем последнюю набираем снова 8 воздушных петель вяжем со второй петли от крючка столбики без накида в каждую петлю вниз по цепочке все вяжем с пополом с цепочкой и снова вяжем послеcare я буду впрочем вяжем под крючком цепочку также заканчиваем делаем соединительный столбик опять же под эти три воздушные петли так вот у нас получилось 4 лапки потом надо будет не знают парить разгладить чтобы они нормально лежали так значит теперь мы должны провязать 4 столбика без накида по одному в каждый вот из этих четырех столбиков с двумя накидами которые мы вязали самом начале внимательно ищем здесь вот начинаем с первого с первой петли с первого столбика провязываем по одному столбику без накида всего четыре должно получиться и вот мы дошли до следующей цепочки из трех воздушных петель вот здесь под нее вяжем соединительный столбик и начинаем снова вязать наши лапки значит набираем 8 воздушных петель и со второй петли от крючка вяжем столбиками без накида вниз по всей цепочке провязываем и делаем соединительный столбик в эти три воздушные петли ну и дальше также продолжаем вязать еще нам надо три лапки провязать набираем 7 воздушных петель и со второй петли от крючка вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю вниз по цепочке кто хочет лапки длиннее или короче просто набирайте меньшее количество или большее количество воздушных петель можете набрать 10 тогда у вас лапки будут вообще длинные тогда вязали и снова делаем соединительный столбик под эти воздушные 3 петли и вяжем третью лапку набираем снова 7 воздушных петель и со второй петли от крючка вяжем столбики без накида вниз по цепочке снова делаем в 3 воздушные петли соединительный столбик и вяжем последнюю лапку набираем 8 воздушных петель и со второй петли от крючка столбиками без накида вяжем вниз по цепочке вяжем так вот последнюю лапку я довязала и снова делаю соединительный столбик в эти 3 воздушные петли все закончили можно сделать закрепку и ниточку отрезать так такое чудо получается ченки боюсь жутко пауков мне даже вязать было неприятно это создание в общем вот такая вот штука получается вот ну там надо будет потом его немножко там либо пришить лапки либо их отгладить чтобы они нормально лежали и и собственно вот так вот на шляпу его селим этого паука я потом подумаю как мне прошло на прошлой шляпе я просто через паучка вот так вот черными нитками сквозь шляпу и паутинку все это дело пришила и все посмотрю как в этот раз делаю в общем перекрепить уже труда не составляет я это сделаю попозже так на этом первая часть мастер-класса закончена я решила разделить на две части потому что слишком длинное видео получится в следующей части будем вязать топ и пояс спасибо всем за просмотр и увидимся с вами в следующей части видео всего хорошего